Есть ли какие-то новости о трансферах? Мы знаем, что вы хотите купить нападающего. В последнее время ходит много новостей о том, что Гаррет Бэйл может вернуться в Тоттенхэм. Гаррет Бэйл – это футболист Мадридского Реала. Я не комментирую футболистов из других клубов. Скажите, а проводились какие-то разговоры с Гарретом или его представителями? Нет, это не моя работа. В мои обязанности не входит связываться с агентами. И поэтому я не хочу комментировать эти новости. И опять же, я не хочу обсуждать футболистов, которые играют в других клубах. Вы сказали, что в ваши обязанности не входит оформление трансферов и переговоры с агентами. Но если задать вам вопрос, хотели бы вы видеть Гаррета Бэйла в своей команде? Что бы вы ответили, да или нет? Я не хочу отвечать на гипотетические вопросы. Я не хочу говорить о футболисте другой команды. Сейчас Гаррет Бэйл играет за Реал Мадрид. Я должен это уважать. Жозе, не секрет, что когда вы были тренером Манчестер Юнайтед, вы пытались подписать Гаррета. Является ли Гаррет футболистом, которым вы восхищаетесь? Даже до этого, еще в те времена, когда я работал в Реале, я пытался его подписать. Но в то время это было невозможно. Но президент клуба последовал моим инстинктам, использовал мои знания. И когда я ушел, он привел Гаррета в клуб. Это ни для кого не секрет. Думаю, что и сам Гаррет об этом знает. Но сейчас я не хочу о нем говорить. Потому что он футболист Мадридского Реала. Я уважаю ваше желание не отвечать на вопросы про Гаррета Бэйла. Поэтому хочу задать следующий вопрос. Вы славитесь многими подписаниями. Звезд футбола на закате их карьеры. Например, Златан Ибрагимович, Самюэль Ато. Или Драгба в сезоне, когда вы вернули его в Челси. Таких трансферов было даже больше. Это те, которые я вспомнил. Если говорить о зрелых футболистах, опираясь на эти три примера. Это футболисты, которые выиграли все в своей карьере. Расскажите, что они привносят в команду? Что делает их столь особенными для других игроков? Это умный вопрос. Но, к сожалению, у меня нет умного ответа на этот вопрос. Поэтому скажу то же самое, что говорил в сериале про Тедди Лассо. Я предпочитаю ничего не отвечать. Я расскажу тебе, что нужно отвечать. Окей, записываю. Я предпочитаю не отвечать. Извини, я сказал что-то не так? Нет, нет, это то, что нужно ответить. Я предпочитаю не отвечать. Окей, я тебя понял. Теперь все ясно. Видео переведено и озвучено специально для канала SportUA. Подписывайся и жми колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Пока! Пока! Сегодня я 5 beat. Пока! Смотрите, у меня язык. Пока-па.